Добрый день! С вами Ольга Канунникова. И сегодня мы будем делать с вами куклу. Кукла это будет мишка. Мишку делать будем из велюра. Велюр вот такой толстый, двойной, более темный и более светлый. Светлый выглядит вот так, а более темный, такой бежевый. Более темный выглядит вот так. Это его лицо, а вот это его изнанка. Нам также понадобится кусочек еще кожи. У меня эко-кожа двойная черная, из которой мы сделаем носик. Нам понадобится вот, кстати, носик я вырезала вот примерно такой. Думаю, он у меня будет. Кроме этого нам понадобится два глазика. Уже готовых возьмем для нашего мишки. и нам понадобится материал, которым мы будем набивать нашего мишку. Итак, вот выкройка нашего медведя. Это его дельца. Здесь вот будут крепиться точечки. Смотрите, обратите внимание на выкройку. Стрелочками определяется нить долевая, которой выкраиваются наши выкройки. Вот на всех выкройках, на всех деталях у нас вот такая стрелочка, на которую надо обращать внимание. То есть, это каким образом раскладывать ткань при раскрое. Итак, вот тельца, головка, вот это срединка головки. Обращайте внимание, буковка А, буковка А, куда, то есть, каким образом все это пришивается. Вот эта волнистая линия и вот этот стрижок обозначает, что мы шьем, дошиваем только до этой линии. Эту часть оставляем открытой, не прошитой. Через нее мы поворачиваем нашу головку. Лапки нижние и вот эта вот лапка, которая идет, это как бы стопа нашего мишки будет. Что касается ручка, да, лапка, как бы такая лапка-рука, она будет состоять из двух частей. Внешняя целая, а внутренняя двойная, то есть, все будет у нас из светлой ткани, а вот сама ладошка, вот эта часть, вот эта часть, она у нас будет более темной. Ушко, ухо выкраивается также четыре части, две светлых и две темных. Я это уже раскроила, и сейчас вам покажу, как это у меня выглядит. вот лапки, посмотрите, одна лапка, сейчас вторую разложу, вот вторая лапка, как бы это ручки. Что касается ножек, то здесь я их раскроила двухцветными. Но вот я хочу, чтобы внутренние части были темные, а внешние были светлые. И у меня это будет выглядеть вот таким образом. ножка у меня будет вот так стоять. Здесь эти будут светлые, а внутренние будут темные. Но я так и хотела. Что касается стоп, то я их выкроила вот такими светленькими. Вот это у нас как бы ножки. Вот у меня выкроены ушки. одна часть темная и одна часть светлая. Одно ухо и второе ухо. То есть я их сразу раскладываю по деталям, которые мне будет очень удобно шить. Тельце оно так как бы остается. И вот головка. Значит давайте сначала займемся головкой. Все детальки немножко убираем. Смотрите что нам нужно сделать. Вот у нас центральная часть. вот у нас центр отмечен. И этот центр идет вот сюда. Посмотрите видите как головка. Нам нужно сначала вот эти выточки прошить. То есть прикладываем вот так складываем ткань и прям по самому самому краю очень меленьким стежком вот я шить буду на швейной машинке. шить и вручную. Прям самый меленький шов убирайте не более двух миллиметров не более двух двоечки ставите даже меньше двух и прострачиваем этот шов с одной стороны и с другой стороны потом мы берем наше уже когда прошито все берем серединку подставляем вот к носику сюда и пришиваем одну сторону сначала вот до конца и потом другую сторону пришиваем оставляя вот это место не прошито серединка готова мы сделали головки сначала подшили выточки вот они потом пришили с одной стороны серединку и с другой стороны серединку дойдя до вот этой метки где я вам говорила пришивать не надо теперь у нас осталась вот эта часть которая идет от носика и до вот этого вот этой метки то есть нам нужно сейчас прошить вот эту часть до метки и потом вывернуть нашу головку по вот этому отверстию которому мы оставили открытым предварительно вот здесь небольшие сделать резы где носик переходит на головку вот чтобы было красиво вывернута наша головка мы должны теперь сшить наши ушки лицо с лицом складываем и оставляем это место не простроченным прострачиваем с одного конца ушка до другого у нас должно получиться две детали мы прострочили два ушка вот так я уже одну вывернула то есть одна сторона у него темная одна сторона светлая вот это будут ушки теперь надо вывернуть второе ушко выворачиваем я использую обычную трубочку очень легко когда палец сюда не влазит очень удобно пользоваться трубочкой ты вовнутрь вкладываешь трубочку берешь обычную палочку и вот ее прям в трубочку и поднимаешь все ушко вот и она быстренько вывернулась вот таким образом у нас выглядят ушки теперь мы должны то же самое сделать с лапками ручками то есть сначала мы пришиваем вот эту часть темную часть к светлой выворачиваем и потом и потом две части сшиваем вместе вот выворачиваем и у нас должна как бы получиться вот такая ручка вот две лапки у меня уже прострочены и одну лапку я уже вывернула вот так она у нас будет выглядеть то есть вот это будет как бы внутренняя часть и внешняя часть выворачиваем вторую лапку сначала мы вывернем ту часть которая вот с ладошкой как я вам уже говорила вот вставляем сюда поворачиваем вот теперь мы вывернем ту часть которая идет вот плечо до конца довели палочку надеваем расправляем все и вот это место отверстие где мы не зашивали немножко вот швы вовнутрь вот что у нас получилось таким образом две ручки нашего мешки у нас сострочены мы их опять кладем в сторонку теперь займемся ногами вот что нам нужно здесь сделать нам нужно сначала пришить посмотрите здесь тоже как бы у нас две засечки вот это место мы не зашиваем мы с вами шьем вот от краешку сюда потом от второй засечки шьем вот сюда вот это место мы тоже не зашиваем после того как мы все это сделаем мы с вами подошьем подошву вот подшиваем ее от центра и полностью пришиваем ее вот по нижней не зашитой части вот так таким образом мы полностью готовим две ножки нашего медведя вот две ножки у меня уже отстрочены вот таким образом они у меня выглядят вот здесь у меня не прошито то есть вот это место для того чтобы вывернуть и не прошито еще вот это место куда будет вставляться наша стопа вот смотрите вот здесь как бы носик да у нашей ножки и вот эта надсечка она у нас идет как раз вот сюда к носу нашей ножки мы ее раскладываем и теперь наша задача пришить вот эту деталь к стопы к нашей лапке вот вот две ножки у меня уже отстрочены вот таким образом они у меня выглядят вот здесь у меня не прошито то есть вот это вот место для того чтобы вывернуть и не прошито еще вот это место куда будет вставляться наша стопа здесь носик да у нашей ножки и вот эта надсечка она у нас идет как раз вот сюда к носу нашей ножки мы ее раскладываем и теперь наша задача пришить эту деталь стопы к нашей лапке вот две наши ножки готовы вот эта у меня уже вывернута а эту сейчас мы с вами вместе вывернем опять сначала мы начинаем со самой сложной части которую сложно вывернуть вот здесь верхушечку выходим вот сюда и вторую часть поворачиваем вторую часть расправляем все особенно смотрим стопу чтобы она хорошенько раскрылась но и тут уже во время набивки мы уже вот видите вот как она у меня выглядит вот и вот эту вот часть где мы не зашивали немножко заворачиваем все во внутрь вот таким образом у нас должны выглядеть две ножки вот они у меня готовы и откладываем их в стороночку нам теперь осталось сшить головку головку сшивать вот каким образом сначала мы сшиваем вот эти выточки с одной стороны с другой стороны вот эти а потом две детальки соединяем вот так не забываем что у нас здесь вот сейчас скажу сейчас здесь у меня почему-то забыла отметить вот эти части отсюда и досюда мы не прошиваем то есть оставляем вот эту часть не зашитую вот зашиваем выточки и так вот и полностью прошиваем все тельце оставляя вот здесь открыто вот у нас все детальки готовы они еще у нас как бы пустые нам теперь их надо набить синтепоном вот смотрите так выглядит головка вот у нас два ушка две ручки верхние лапки две ножки вот так они будут у нас нижние лапки и вот примерно вот таким таким у нас должен быть наш мишка теперь мы должны его набить ну здесь вот самые легкие ушки мы оставляем не набитыми они как есть так и останутся а все остальные детальки будем набивать прежде чем набить нам нужен синтепон немножко подготовить мы его вот таким образом как бы растягиваем делаем более пушистым и по кусочкам вот например берем небольшой кусочек берем нашу давайте вот ручку раз уже взяла вот и этой ручкой маленькую синтепон набиваем вовнутрь расправляя прям вот очень очень хорошо и очень очень туго набиваем очень туго набивать надо прям самого вот то есть начиная с края и идти дальше если мы не набьем туго потом будет очень сложно если допустим вы здесь обнаружите тут на что тут якобы не набито будет очень сложным вам вернуться назад набить все вот прям это должно быть твердо твердо вот и таким образом берем следующий кусочек таким же образом его подготавливаем вот так делаем более пушистым берем вкладываем в нашу ручку и продолжаем набивку теперь набиваем верхнюю часть ручки вот верхнюю часть ручки здесь уже можно не так туго набить она будет у нас крепиться вот эта вот часть я стараюсь ее сделать немножечко послабже чтобы было удобнее ее пришивать к тельцу вот здесь вот в этом месте она будет пришиваться вот здесь вот покажу вот в этом месте будет пришиваться к тельцу здесь делаю ее как бы более плоскую хотя ну как хотите можете сделать полноценно нормально набить вот еще требуется вообще синтепона даже вот для такой маленькой ручки необходимо достаточно большое количество имейте ввиду для небольшого мишки все равно вот эта вот набивка требуется много материала для набивки вот и еще осталось чуть-чуть и у нас одна ручка лапка мишкина будет готова набивайте так чтобы никаких комочков не было внутри и чтобы все было однородно вот осталось буквально чуточку набить только вот то место где у нас шов остальное все набито хорошо даже там где я говорила что можно немножко сделать послабже в принципе набила примерно так же как и полностью всю ручку вот пока отложим потом когда уже будем здесь зашивать возможно понадобится еще немножко там уже посмотрите вот но я думаю что вот таким образом набили лапку и она у нас уже готова для того чтобы ее здесь вот потом будет зашить и решить готовому изделию одна лапка у нас готова таким же образом мы набиваем практически все что здесь осталось